В понедельник общая встреча мастеров и Сандры дала некое понимание ситуации, которая происходит сегодня с запуском основных инструментов, которые мы все с вами ждем. Умбрелла. Мы знаем, что это необходимый инструмент для того, чтобы легализовать, выпустить в жизнь четыре главных разработки нашего президента, которые являются олицетворением неких физических отношений, физического бизнеса, который на контрактных началах уже сегодня, наши две монеты золотая и эко-койн, наши две монеты уже сегодня подтверждают в реальности. Что мы с вами ждем в ближайшие дни? Некая задержка, сложность в получении в полном объеме работающего механизма ядра Умбреллы, ядра обменника. Вникая во все процессы, вот сколько разъяснений мы получали от Мигела, от программистов, я прекрасно понимаю, что создание обменника, то есть биржи, полноценной биржи, да еще биржи, которую заявила наша компания, будет являться одной из немногих работающих в поле криптовалютном и реальных финансов. Это серьезная разработка и требует суперответственности команды программистов и надежности, защищенности всех основных действий по транзакциям, то есть ядра нашего обменника. Компания, мы знаем, что компания работает с индийской компанией, это не персонализация личности, нет. Наша компания пошла другим путем, это, конечно, заслуга Мигела, индийская компания, разработчик, которая является одной из крупнейших, я говорила уже об этом, компания, которая приз взяла не так давно по разработкам в этой области, новшествам в этой области, которые она применяет в своих разработках. Компания серьезная и самое главное, что такое взаимодействие двух компаний? Это не команда программистов и не программист, директор какой-то группы, который владеет вот той самой кнопкой, золотой кнопкой, которая может делать действия, которые нам с вами принесут ущерб. То есть ответственность юридическая по взаимодействию двух компаний, корпораций, это совершенно другой уровень защиты. Да, он требует других вложений, других инвестиций, он требует других протоколов и защищенности с двух сторон наличием страховых компаний с двух сторон. Но это все пройденный этап. На сегодняшний момент Сандра подтвердила, что мы получим в любом случае в ближайшие дни, мы получаем ядро в действии. Вы, наверное, все видели внутри в кабинетах, все смотрят, открывают и смотрят, изучают, что происходит. Два коина наши, еще Агрокоин и Тайм из Мани, пока не стоит количество коинов, которые выставлены на биржу. Почему? Все еще в рассмотрении два этих white paper по этим монетам, в рассмотрении на CoinMarketCap, уже CoinMarketCap. Но Мигел подтвердил перед уездом в Бразилию, он улетел 7 числа, он подтвердил, что в любом случае в октябре мы получаем их на CoinMarketCap. То есть там процессы запущены, процессы пройдены, необходимы для того, чтобы наши монеты получили легализацию в общем рынке действующих криптовалют. Наша Умбрелла – это обменник, разработанный командой программистов Клаудио-Энрих Барак-Обама, который является звеном в рабочих инструментах нашего холдинга Phoenix. Он принадлежит ID. ID также подразделение холдинга Phoenix. Но ID заинтересован в скорейшей работе Умбреллы. Почему? Потому что, во-первых, это инструмент для реализации вывода наших монет и обмена их на реальные деньги, либо биткоины, которые нам так необходимы. Мы давно их ждем. И второй момент – это тот инструмент, это то рабочее звено, это та находная часть нашей линейки физических и нетворк-разработок компаний, которые по соглашению со всеми акционерами, которые мы с вами кликаем, приносят каждому акционеру дивиденды по итогам года. Напомню, что по итогам года акционеры получают процент доходов, не зависящий от их инвестиционных пакетов, либо другой деятельности по маркетингу компании именно ID. Поэтому нам с вами важно, чтобы Умбрелла как можно быстрее заработала, потому что любой обменник – это супердоходная часть финансового инструмента, финансового механизма компании. Нам с вами важно, чтобы Умбрелла росла как можно быстрее, прирастала партнерами, потому что партнеры – это обменная операция. Обменная операция – это прибыль. Прибыль – это наши с вами дивиденды. Поэтому, естественно, мы ждем не только как инструмент для обмена собственных монет, мы ждем как доходная часть компании, дающая нам устойчивые дивиденды на многие годы вперед. Поэтому Умбрелла очень важна, я всегда это повторяю. Именно поэтому компания подходила с такой серьезностью, наверное, к разработке, к подбору партнеров, к формированию именно технической группы, которая бы обеспечивала бесперебойную работу обменника, потому что в течение следующих двух месяцев будет стоять вопрос, как конкретно о привязке финансовых инструментов в реальность. То есть фиат – это уже другие отношения с банками, это еще дополнительная протокольная часть, это лицензирование, все. Эта компания прошла. Единственное, что шаг за шагом необходимо запускать механизм в работу постепенно. И именно в стадии его готовности той части, которая уже может на сегодня давать доход. Первая часть – это то, о чем говорил Миндил на конференции, это своботообменные процессы в криптовалюте, в начале только криптовалюте, но это уже та часть, которая так необходима нам для того, чтобы позиционировать наш обменник в ряду многочисленных других. Мы знаем с вами, что уже сотнями исчисляются, и они прирастают каждый день. Обменники, которые приносят дивиденды их создателям и помогают очень большому количеству людей работать в этом рынке и получать доход от совершения операций. Я надеюсь, это понятно. Следующий момент, о котором необходимо рассказать – это наш ID-шоппинг. То есть что это такое? Мы помним, многократно я повторяла, и в конференции без конца повторяет Миндил, что следующим инструментом для заработка с вами, партнером, акционером компании. Но в то же время это отдельно функционирующий сайт, высокодоходная платформа при использовании всеми партнерами тех ресурсов, которые нам предоставляют. То есть старт ID-шоппинг происходит именно сейчас. То есть Миндил для чего поехал? Видео я вам показала. Это одно из немногих. Видео не стало грузить в комнату. Все видео, которые Миндил отчитывает и выставляет в чате мастеров, частично фотографии гуляют по интернету, вы видели на Фейсбуке. Какая работа проводится сейчас? Мы с вами всегда интересовались, что такое ID-индустрия. Мы никогда не могли понять, что же входит в эту ID-индустрию, которая у нас на сайте прописана как часть нашего бизнеса, доходная часть финансовая. Мы от нее тоже дивиденды будем получать, но вместе с тем, это основная база для начала действия нашего ID-шоппинг. Мы знаем, что Клаудио как совладелец заявлен во многих компаниях. Вот некоторые сейчас Миндил отчитывает и показывает, что именно. Это компании, производящие аксессуары для онлайн каких-то носителей, либо это телефоны, либо это какие-то детали. Вместе с этим очень много других. Вы видели, да, наверное, если смотрели, я быстренько пробегу. У нас сегодня не стоит цель показать полностью ID-шоппинг. Ну, здесь вы видите чемоданы, то есть аксессуары для путешествий, различные приложения для ручки, тетради. Это канцелярия, то есть то, что необходимо каждому. Некоторые аксессуары онлайн, которые тоже необходимы каждому, комплектующие для компьютеров, смартфонов, телефонов и много-много других товаров и продуктов. Я не буду останавливаться на них. Важно понимать, что сейчас как раз идет работа уже по запуску этой линейки. То есть согласование нам же уже выдала Сандра. То есть в понедельник нам выдала Сандра таблицу, которая гуляет по интернету. Мы на ней сейчас остановимся. То есть когда готова таблица о процентных отношениях в структуре по выплате дивидендов, необходимо, чтобы компании уже подтвердили вот те проценты скидочные для ID-шоппинга, чтобы в полноценном объеме можно было гарантировать всем партнерам заработок по личным покупкам скидку и по продаже структуры этих товаров и продуктов заработок по процентам, которые уже утверждены в маркетинге. И Powerpoint уже вышел в новом объеме, в новой форме с добавлением ID-шоппинг уже как составной части бизнеса. За октябрь вот эта работа будет закончена. Первая линейка будет запущена. Продуктов. Какие это будут продукты? Мы знаем, что их несколько продуктов есть. Так, секунду, таблица. Несколько видов групп продуктов. Вы видите А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г. Какие будут запущены? То есть, ну, первые в обязательном порядке – это отдельная статья. Очки и кофе. Они стоят одной группой А, но это раздельные позиции. Очки. Клаудио стал совладельцем корпорации, производящей очень серьезные очки, серьезные разработки. Со временем там очень серьезные владельцы. Это одно из предприятий серьезного бренда, поэтому это теперь собственность платформы. Клаудио стал совладельцем этой компании, поэтому это тоже доходная серьезная часть нашей платформы. Но меня больше интересует кофе. Всех интересует кофе. Кофе бразильский, смесовый, различных марок. Это все то, что продается по всему миру. И получить на сегодня доступ по скидочной системе, к тому же зарабатывать на потреблении. Мы сами с вами будем пить этот кофе, потреблять. Не только кофе, но и кофе продукты. Я об этом многократно говорила. Но кофе почему отдельной статьей идет? Потому что мелкая фасовка для потребления собственного для клиентов, для нас с вами. И фасовка крупная от 10 килограммов и выше для контейнерных поставок, вагонных поставок в различные регионы и страны. По договорным отношениям это все интересно очень многим партнерам. Потому что кофе пьют все и везде на планете. И вы видите сами, какая серьезная скидка дается по этой группе. 30% нужно правильно понимать, где и как. Вы видите, что у нас есть консума проприо, личное потребление. Первая строка – это личное потребление. Если я покупаю продукт, тот же кофе, пускай там будет стоить 2 евро или 2 доллара, из них 21% – это скидка мне, собственно, потребителю, который для себя купил кофе. Далее у меня по структуре 7 уровней вниз. Клиенты все наши, наши партнеры, наши акционеры потребляют кофе, каждый для себя покупает и получает эту скидку сам для себя. Вместе с тем я получаю первый уровень от суммы покупки кофе моим партнерам в первом уровне 3%. И вы видите дальше 1,12, 0,75, 0,5 и так далее. 7 уровней. Это самая высокодоходная часть нашего с вами бизнеса. Очень многих интересует, что конкретно я получу, если я привлеку на договорных началах какую-либо компанию, либо посредническую организацию, которая занимается дистрибуцией, допустим, кофе по регионам в России, что я получу? Если я ее привлекаю, регистрирую в первый уровень, я получаю от нее 3%, если они регистрируются в структуру. Я получаю контрактные отношения с компанией, я обеспечиваю просто партнерские отношения с компанией, и тогда я получаю договорную цену от 3 до 5 в контракте прописывается от каждой партии закупки кофе. То есть, если, допустим, контракт будет составлен, что каждый месяц, либо каждые 2 месяца, либо каждый квартал компании ID Identification обязуется поставить определенный объем кофе на определенную сумму компании-посреднику, либо компании-потребителю, это могут быть супермаркеты, то я буду получать с каждой суммы стоимости партии, я буду получать свой процент до 3 до 5. Эта часть согласовывается при участии двух сторон, какой они готовы дать скидку человеку, который привел в компанию вот этого потребителя. Надеюсь, это понятно. Но это уже контейнерные поставки. Минимум контейнер 5 тонн. Это сразу нужно учитывать. Нет килограммовых поставок, либо там привезу в машине контейнер 5 тонн. То есть, имеется в виду серьезное посредничество определенных структур, которые занимаются распределением этого продукта по различным магазинам, либо потребителям. Я надеюсь, это понятно. Группа B. Мы не будем пока ее касаться. Это трекеры, которые, ну, опять же, эта группа есть. И этот продукт есть в Европе и в Бразилии. Пока в России его нет. На латиноамериканском континенте в Европе этот продукт есть. Кто будет потреблять для себя, любимого, который на машину ставит трекер и будет пользоваться этой услугой, 14% скидка. И вы видите, скидочная сетка на 7 уровней. Эта группа товаров есть. Она не покрывает, допустим, на сегодня все наши страны, где имеются наши акционеры. Но, тем не менее, кто где проживает, захочет воспользоваться этой скидкой, этой группой товаров. Возможность купить есть. Вопрос. Мы должны будем, когда получим пояснение по каждой группе, по каждому виду товара, мы должны будем понять, как работают вот именно эти трекеры и возможно ли, допустим, комплектация трекерами разработки определенной страны, где я проживаю. Ну, видимо, какие-то нюансы, условия будут дополнительно рассказаны, показаны. И эта группа будет работать во всех странах, где есть представители нашей структуры. Дальше одежда. То есть у нас целая линейка различной одежды, аксессуаров. Это все важно. Марчендайзинг 15%. Конкретизация. Я вам показывала, да? Вот это ID, прежде всего ID индустрия. Это все вы там видели. Очень большая группа, очень широкая группа, поэтому она будет все время прирастать, потому что большое количество компаний. Компания открыта при соединении других производителей по странам и регионам, поэтому это все будет прирастать. Телпоп. Вы видите, да, что наша сим-карта Телпоп дает 10%, при этом 10% делятся, 7% лично для меня, для потребления карты и опять 7 уровней дальше. Телпоп подразумевает также покупку минут. Здесь нет расшифровки, но это будет в самой презентации эти уточнения будут. То есть мы же можем, купив единожды карту, покупать ежемесячно минуты. Это важно. Эти минуты для того, чтобы быть активным и получать комиссионные ежемесячно. Вот там внизу мелким шрифтом все прописано. То есть мы должны быть активны в этом виде бизнеса. Потому что это дополнительный бизнес в структуре. Это не ID-тронфандинг, это ID-шоппинг. Это другое подразделение, и ID-шоппинг – это еще один бизнес. Поэтому вот здесь, чтобы быть активным на 50 долларов ежемесячно, я должна делать закупку. У нас есть еще один инструмент, который будет интересен очень многим. Но человек может варьировать и видеть, что ему необходимо. Он может потреблять что угодно здесь. Главное, чтобы в месяц собиралось 50 долларов. Моя активность, чтобы я получала ежемесячные вознаграждения по структуре. Поэтому, покупая минуты, они нам нужны, мы помним, пусть это будет не в этом месяце, не в следующем, пусть это будет в следующем году. Но покупая минуту, мы помним, да, я могу минуты пересылать своим родным, воспользоваться тем, что минута обменивается на доллар. Да, у нас есть тайм из мани, которая является эквивалентом. Поэтому пересылаем минуты, мы делаем активность, мы пользуемся покупкой на ID-шоппинг товара либо услуги. При этом мы используем тайм из мани, то есть мы даем движение тайм из мани, оборачивая монеты в минуты, минуты в монеты, монеты в биткоине либо в деньги. Это 2020 год, конечно, это не в этом году. Но тем не менее, это тот факт, который становится реальностью уже сейчас. Вот видите, сервис, это как раз и есть покупка минут, покупка каких-то других услуг, нам будет рассказано. Вот сервисы у нас дают 10%, точно так же, как покупка сим-карты Телпо. И такая же точная разбивка по уровням сим-уровней. Алиэкспресс, совершенно верно, Алиэкспресс в полном объеме входит в наш ID-шоппинг. Но я уже сказала, что привязка идет ступенчато. Вот сейчас ID-индустрия вся запускается. Я думаю, следующим этапом будет как раз кофе. Я думаю, что потом будут трекеры, будет что-то из одежды. Видимо, Телпоп тоже на первом этапе сразу это быстро будет, потому что это собственная компания. И Алиэкспресс в том числе подключается. Надеются до декабря, за октябрь-ноябрь, включить в полном объеме ID-шоппинг. Надеются, а Сандра подчеркнула это, что мы работаем усиленно. Сандра вылетает на этой неделе, в конце этой недели в Дубай. Они работают все, все втроем, каждый в своей области начали работу очень активно по включению всех этих инструментов. Алиэкспресс нам дает в общей массе 6%, личная покупка 4,2%, скидка. То есть я покупаю продукты Алиэкспресс и получаю скидку 4,2%, если для себя. Вся моя структура покупает какие-то детали, продукты, все что угодно. На Алиэкспресс мы знаем, что 2 миллиона продуктов на Алиэкспресс. Это огромная линейка. Линейка, которая позволяет покупать все, что угодно. От, я знаю, самого маленького предмета до столов, стульев, практически до домов, до участков. Там очень много чего можно приобрести. И на сегодня линейка все время расширяется. Поэтому это весьма серьезное приобретение для нашего ID-шоппинга. И 6%, но немалая скидка, которую Алиэкспресс предоставила компании. Мы знаем, что есть кэшбэк. Многие посредники получают кэшбэк от Алиэкспресса, сотрудничают с ними плотно. Но нам дали скидку 4,2% для личного потребления. Но если мы в структуре работаем, если мы правильно рассказываем подачу материала, который предоставляет нам сейчас наш ID-шоппинг, вы же понимаете, 7 уровней в глубину. Если каждый начинает работать активно по распространению информации по нашему ID-шоппинг, это очень и очень серьезный заработок, который будет превышать заработок по вашим инвестициям по краунфандинговой системе ID-идентификейшн. Я надеюсь, это понятно. Вот, собственно, программа «Октябрь» – это запуск в полном объеме «Умбрелла». Ну, это уже Сандра сказала. Мигел все время говорит, на какой неделе что. Мы знаем, что очень много нареканий по поводу неисполнения дат. Мы сами без конца разговарив говорим об этом. Но я прекрасно понимаю, я вижу, как двигается компания, работы идут. Я прекрасно понимаю, что нюансы возникают постоянно. Некие форс-мажорные ситуации в этой области возникают постоянно на этом рынке. Сам рынок нестабилен, динамичен. Плюс тестирование команды, тестирование в области работы. Вы видите, что только у нас две монеты пока в полном объеме могут двигаться по торгам. То есть еще две монеты. Это уже ни от кого не зависит. Ни от компаний, ни от программистов. То есть две монеты в «Этпепер» еще проходит верификацию. Но Мигел сказал, что до конца октября в любом случае мы будем на CoinMarketCap, следовательно, мы будем в полном объеме функционировать. Поэтому «Умбрелла» и за этот период, пока они занимаются активной привязкой, скиночная линейка уже разработана, привязкой именно поочередной привязкой тех либо других товаров и услуг на платформу. Именно этим сейчас Мигел занимается. После этого он летит в Дубай. Потом они там в Дубай все втроем определенные действия протокольные должны закончить. И потом Мигел летит в Пакистан. Это уже следующий огромный пласт работы, который закончен, который сделан. Это очень радует. Всех интересовал вопрос, почему поднялись проценты, из каких доходов проценты компания смогла выплачивать выше 5% в нижней планке. Почему на сегодня уже возможность роста у компании появилась. Многомесячная работа по заключению договорных отношений в нескольких странах, их несколько, но первый у нас Пакистан. Так вот та работа по заключению соглашения по строительству первого завода ПЛА завершена. Это стадия начала расчищения площадки и закладывания фундамента. То есть начало строительства завода. Именно поэтому пошли какие-то инвестиции первые на первом этапе. Естественно, это не инвестиции в сеть. Какая-то часть, мы помним, что какая-то часть 10% направляется в сеть. Нигел обычно об этом говорит. У него жестко распределены финансы во всех направлениях. И никогда он не отдаст ни одну копейку лишнюю в сеть, если считает, что деньги направляются в тот вид бизнеса, который будет давать доход. И он должен быть исполнен в сроке. Деньги должны идти туда. Поэтому Нигел очень жестко контролирует финансовые потоки. И в этом его плюс. Нам хотелось бы немножечко иначе получать наши дивиденды. Но я за то, чтобы работать долго и успешно. А долго и успешно может работать компания, которая физическую свою часть строительства бизнеса, обеспечивающего наши дивиденды, исполняет правильно, легально и в срок. Именно в этом и есть цель работы за эти месяцы нашей компании. Сейчас это итоговый вариант. Я хочу сказать, что, скорее всего, подходит следующая договорная компания, которая может быть исполнена в ближайшее время по строительству заводов ПЛА. Это Индия и Россия. Это очень радует. Я сейчас скажу, но сроки пока говорить не буду. Учитывая, что Нигел будет ехать по договорной компании в Россию конец октября, начало ноября. Поэтому, естественно, мы сделаем событие. Естественно, мы воспользуемся этой возможностью. Я думаю, что Нигел вернется 20 октября в Португалию. Естественно, мы согласуем даты, когда мы можем заказать зал. Ну, 200-250 человек. Я не знаю, это уже на россиян наложится ответственность. С партнерами будем говорить, где и как мы сможем оплатить зал и какое количество участников будет. Поэтому я, конечно же, скажу хотя бы за пару недель, я скажу эту информацию. Без нее никак. Но вот в начале ноября вполне реально сделать вот такое событие уже по итогам неких переговоров и действий, по итогам действия одного и другого инструмента. У нас инструменты – это умбрелла и шоппинг. Поэтому я думаю, что это полная реальность. Я надеюсь, эта часть понятна. Далее. Необходимо остановиться на Дубае. Поездка в Дубай – это очень важно. Важно понимать… Да, я тут еще сейчас покажу вам ПИНы, что у нас будет именно в нашей линейке. Почему это важно, ПИНы? Я хочу сказать, что вот начиная с запуска этих двух серьезных подразделений, действующих подразделений нашего ID Identification, итогом которого этого запуска является именно Дубай и поездка, то есть мировое событие, первое компании, событие, которое стартует и объявляет о рабочих инструментах, механизмах работающей компании, серьезно функционирующей в области и финансов, и производства. Поэтому обязательным являются условия у всех мастеров проведения каждые три месяца по странам и регионам событий. Компания в них собирается участвовать. Не во всех, конечно, но там график будет составлен, кто, когда. Компания собирается ездить на эти события, присутствовать. И обязательным условием является наличие офиса, то есть город, где у нас Перь-офис, у нас Тюмень-офис, у нас Москва-офис, то есть наличие офиса, где в физическом виде могут быть представлены некие свидетельства, артефакты компании. Мы видим, что пины наши квалификационные, это обязательно необходимый продукт, почему он будет на линейке выставлен. Каждый лидер должен себе их покупать. Не будет компании ни бронзу возить, ни серебро, ни золото. А вы же понимаете, это должно быть у лидеров по месту регистрации офиса в наличии. Поэтому было решено, некоторые продукты компании, которые являются артефактами, являются отличительными знаками. Это также касается ручек, предметов, какие там, что будут, у нас некие пакеты будут, стартовые киты у нас будут, а сформированные у нас будут некие с логотипом инструменты, рабочие, то есть те же, видимо, записные книжки, что-то из этих товаров должно быть в обязательном порядке представлено в офисе. Это условия. Именно тогда по этим регионам возможно организовывать события, и тогда компания будет принимать участие в этих событиях. Поэтому я отдельно выдаю слабины. Они у нас стоят в линейке, и это важно, что компания дает доступ к приобретению, количественному массовому приобретению этих значков. Они важны, это отличительные ранги, они важны, и это для нас сейчас как инструмент для работы со структурой в оффлайне тоже важен. Я надеюсь, вы все это понимаете. Итак, Дубай. 6, 7, 8 декабря компания объявляет промоушен. До этого периода, который может исполнить каждый партнер, объявляет события мирового порядка, дает старт компании ID Identification в мировом режиме, как действующей компании, действующей серьезной и успешной компании, с наличием всех работающих инструментов, необходимых для глобализации бизнеса во всем мире. Это важно. Именно поэтому назначили на декабрь, не стали делать октябрь, потому что вы видите, стартовать хотели и закончить, хотели работу по Умбрелле еще в первой декаде, закончить все и стартовать. Первая декада сегодня закончилась. Я надеюсь, что следующая неделя уже все будет готово. Далее привязка следующего инструмента. Это тоже займет время. Короче, всегда стартовый период и тестовый период привязки тех либо других объектов, инструментов, либо подразделений бизнеса – это серьезный процесс. Поэтому октябрь-ноябрь для запуска и старта в полном объеме всех инструментов, потому что компания собирается до Дубая начать реализовывать программу обмена для партнеров монет. Это тоже важно. Я надеюсь, что так оно и будет. Поэтому у нас 6, 7, 8 декабря. Дубай. Я хочу сказать, что это будет… Назвала Сандра название. По-моему, «Хуин». Корабль, который стоит уже на Вечном Приколе, стоит в Дубае возле пристани. Вот мы жить будем там. На сегодня это отель и ресторан. Это огромный отель пятизвездочный. Ресторанная часть. Все там присутствует. Поэтому жить мы будем там. Вот эти дни размещения будет там. Но Сандра сказала, что вот она для этого едет. Для оформления уже самого события, для, скажем так, организации всех сопутствующих мероприятий, она уже уезжает в Дубай это все делать. И на это требуется месяц-полтора. Вы видите, да? То есть у нас первый день, день прибытия. И в первый же день подразумевается гала ужин провести. Обычно проводят второй, третий. Почему в первый? У Сандры идея замечательная. Я пока плохо понимаю, как ее реализовать. Но я придумаю, как. Потому что она уже некоторые примеры нам показала. И показала, как это может быть реализовано. Поэтому мы компания, которая прежде всего ставит во главу своего угла реализацию всех проектов, всех идей, которые связаны с защитой окружающей среды, среды нашей с вами обитания, для продления жизни на земле, для, скажем так, осуществления программы очищения окружающей среды, для повышения качества жизни. Не только нашей с вами, но и последующих поколений. Потому что, к сожалению, наша планета в таком состоянии, что сейчас задумывается уже каждый второй. На уровне государств, на уровне правительств, на уровне серьезного бизнеса. На сегодня принимаются различные программы, которые способствуют остановке загрязнения нашей планеты. Потому что, по прогнозам ученых, остались уже не столетия, а десятилетия. И это совсем уже близко. Поэтому целью нашей компании является разработка и внедрение именно таких программ. Мы с вами, ну, что касается нашего Eagle Social Gold Coin, все понятно. Много раз об этом говорила. Это монета, которая призвана работать в финансах. То есть это тот трамплин, тот мостик, который связывает криптографический мир с реальными деньгами, с фиатными деньгами, с реальным бизнесом. Это та монета, которая обеспечена реальным содержанием золота. Один грамм мы знаем, да, подтверждено, рассказано многократно, все понятно. Что касается Эко Койна. Это вторая монета, которая сейчас уже стоит на стадии ICO. Уже она запущена. Ну, там Ласло видел и подтвердил, что... Я объяснила, почему исчезли. Кто успел посмотреть и сделать скрины первого дня, вы, наверное, видели, да, какое количество монет выставлялось на ICO. И буквально через, там, два дня это количество уменьшилось на 20 миллионов. Это 20 миллионов золотые коины, 20 миллионов коины Эко. Это та часть работы Клаудио, который призван был и старается обеспечить реальное физическое содержание, контрактное, по использованию этих коины компаниями и владельцами, и отдельными лицами, которые работают с нами в партнерстве. И вот эту часть коинов для себя, для обеспечения функционирования Умбрелы, они выкупают. Вот эта часть уменьшена на ICO. По этой цене, по 55 копеек, и по цене золотой монеты, которая ежедневно у нас меняется, мы видим. Но там есть скидка от ее реальной цены, которая у нас прописана в бэк-офисе. Поэтому вот эта часть уже в реальности. Мы ждем присоединения двух следующих монет, потому что и там вся работа президента по поддержке этих коинов на уровне бизнеса проведена. Мы посмотрим, какое количество монет тоже исчезнет сразу в ближайшие дни. Поэтому, как только заходит механизм именно совершения транзакции, то все дрообменника работают. Ну, увидим, как это будет двигаться. Цель какова? Первый – Эко-коин. Первая у нас монета, которая призвана поддерживаться всеми теми разработками, проектами, заводами, индустриями, которые работают в сфере очистки окружающей среды, переработки мусора, производства экологически чистых товаров, повторного использования сырья и материала вторичной переработки. Все в этой области. А также сюда относится и ID-драйвер. Почему? Потому что у нас электромобили, у нас эко-мобили. И к тому же, мы об этом тоже уже говорили, батареи производятся с повторного использования переработанных батареек. Всего того, что мы знаем, что такое батарейки. Это проблема мира, которой трудно где-то как-то либо перерабатывать этот продукт. И вот здесь найдены технологии. Конечно же, китайцы, естественно. Именно поэтому они строят первый завод в Бразилии. В силу договоренностей, многократно оглашенных о том, что 35 миллиардов заключенная договоренность в 2017 году по освоению совместно с Бразилией для участия в программах по защите окружающей среды и внедрению тех разработок, которые являются ноу-хау в этой области. В частности, вот этот завод уже строится по производству батарей с использованием элементов по переработке батареек с данных утиль. Это важно. Это тоже поддержка нашего эко-корна. И Сандра предложила. Возможно, одежду, возможно, аксессуар, возможно, любой какой-либо предмет. Мы с вами акционеры этой компании. Поэтому она показала. На сегодняшний момент, я даже не знала, мы видели это все уже на сайтах, но и Шанель, и Бакарабан, все марки мира на сегодня имеют линейку, которые демонстрируют одежду, либо аксессуары, либо предметы, изготовленные из исторической переработки пластика. Я была удивлена, но это факт. Везде стоит... Это их сайт, это официальные сайты этих компаний, и все это имеет место быть. Поэтому она предложила каждому изготовить. Но вот даже те моменты, которые она уже зная, что можно сделать, показала. Пластиковые пакеты, как можно использовать, как можно сделать косичку, сделать шарф. То есть просто сплести их косички, соединить, склеить и сделать шарф, накидку. Можно сделать платок в карман мужчине, что угодно. Можно сделать портманы, что угодно можно сделать. Я вспомнила, что так как в Лиссабоне давно, в общем-то, эта тема популярна, то у нас есть целый рынок здесь, который продает, ну, мини-аксессуары, мини-какие-то детали, и в том числе и портманы, и сумки, которые изготовлены из тетропаков. Давно уже, кстати, очень красивые изделия есть, то есть там уже много умельцев это делают. То есть вот вам повторно. Я думаю, что в каждой стране это есть. Не знаю, как в России, но здесь это есть. Поэтому она предложила, так как мы являемся все партнерами и акционерами. И кроунфандинг – это что? Это соучастие вместе с корпорацией, вместе с администрацией нашей компании в реализации идей и каких-то разработок для получения дохода в реализации своей мечты. Это и есть наше сотрудничество. Раз мы сотрудники, к тому же акционеры, заинтересованные в развитии бизнеса, то поучаствовать вот в этой программе и иметь на галла либо аксессуар, либо какую-то деталь одежды, либо всю одежду, кто захочет купить на сайтах. Шанель – прекрасное платье. Вы знаете, прекрасное платье. Захотите купить, пожалуйста. То есть кто что захочет сделать, я думаю, что она, естественно, купит платье. Сандра у нас любит, в общем-то, идти в ногу со временем и участвовать во всех этих брендах, которые представлены в определенной программе, программе какого-либо направления. У нас направление защиты окружающей среды. Это ее идея. Я думаю, мы специально поговорим об этом, женщины, мужчины. Ну, кто захочет. Никто никого обязывать не будет. Но кто захочет, участники Дубаи, этой конференции, просьба была от нее озвучена, что вот на галла ужин в первый день появится. Это ночной ужин. Все успеют прилететь, переодеться и галла ужин провести. Почему так? В первый день. Потому что второй день у нас рабочая прогулка, я написала на ЯТО. ЯТО – это прогулочный теплоход. Мы уходим после завтрака, которая на целый день. И обед, и ужин там. И там запланирована, не просто обед, и ужин, и прогулка, запланирована работа по заинтересованным направлениям. То есть, допустим, кто-то работает с мастером, кому-то нужен маркетинг. Кто-то заинтересован в подробностях, в деталях бизнеса по строительству ПЛА. Почему? Потому что Мигел, конечно, будет давать мастер-классы, уже будет давать с углубленным открытием всех тех деталей, которые в презентациях не даны. То есть, для того, чтобы заключить договоренность с правительством Пакистана о строительстве завода, именно с правительством, это на уровне государственной программы, то такие вопросники там были, что, ну, очень серьезно, глубоко, как от анализа рынка возможности распространения этого бизнеса в Пакистане с использованием местных материалов и ресурсов, до анализа потребления и возможных контрагентных отношений потом с другими производителями по каким-то деталям сотрудничества, очень серьезные. Ну, естественно, экономическая выгода, естественно, экономическая составляющая, финансовый просчет, очень много всего. И вопросник, который Россия передала Мигелу, поверьте мне, еще более серьезный. Мигел как раз в поездке, он говорит, когда буду свободен, буду отвечать. Поэтому, вот более углубленное понимание возможности этого бизнеса, возможности участия в этом бизнесе, либо вы хотите разобраться в самой этой теме, либо предложить кому-то из знакомых своих, ну, производителей той же посуды, либо пакетов, либо каких-то деталей и изделий из пластиковых масс, поэтому он будет проводить мастер-класс. Естественно, мастер-класс будет по агроку, естественно, мастер-класс будет по тайной звании. Естественно, отдельная работа – это на целый день. Считывая, что нас будет много, там будет очередность, будем записываться по группе, потому что мы разноязычные, все нужны переводчики, все это обговаривалось. Это рабочий вариант, это рабочий день. Естественно, ужин уже, потом отдых. Ну, и последний день, восьмой, мы выезжаем из гостиницы после завтрака, у нас пустыня, обед в пустыне. Кто бывал в Дубае, все знают, что такое Оазис, это очень интересный такой туристический объект, там обед после обеденное время, почему рекомендовано было всем покупать билеты в вечернее время, кто, конечно, захочет это делать. Кто-то из команд приезжает раньше, прилетает в Дубай, я знаю, что уже венгерская команда, уже шесть человек, они уже купили раньше, мы хотели прилететь позже, поэтому давайте обсудим с россиянами, может быть, мы все улетим восьмого тогда и прилетим раньше, либо кто, когда уже покупает билеты, потому что есть уже партнеры, покупают билеты, мы хотели задержаться на пару дней, поработать, в том числе поработать сами, потому что информации будет очень много. Еще один важный момент, который нужно было бы сказать, мы все знаем, и много раз анонсировали, просто время затянулось, и ситуация менялась в течение года многократно, но Сандра держит все свои договоренности всегда на контроле, поэтому договоренность с Элио Лагуна, она в силе, и мы помним, что первое событие, которое планировалось, Сандра приглашала Элио Лагуну для того, чтобы дать нам тренинг, тренинг полный, по возможностям использования его инструментов, мы помним, что договоренность с ним существует, и она реализована, и у нас в шопинге будет этот инструмент, я вам говорила, что у нас будет еще одна возможность, было принято решение, тоже сделать его стоимостью 50, и не просто ежемесячной проплатой каждого партнера, да, и платить 20 евро покупка этого инструмента, ежемесячное обслуживание, а сделать его 50, там же скидочная система, мы помним для себя, плюс линейка, и это активность, вот та же активность ежемесячная, при включении, в правильное включение в работу, это всем нам поможет, поэтому правильное понимание, что 50 нужно разово использовать, как рабочий инструмент, его проплачивать, получать скидку, плюс когда получает структуру, себе самой оплачивать, это свое участие в ID-шопинг, и иметь инструмент, это важно, Сандра с этим согласилась, поэтому Элео Лагу будет присутствовать на этом событии, видимо, будет как раз у нас мастер-класс с пояснением-объяснением, но Жузе Бейрау, он пользуется давно его инструментами, он поясняет уже, как они работают, и действительно на сегодня это лучший инструмент в интернете, если открыть и посмотреть все, что он имеет, послужно его список, и какое количество отзывов, и какое количество посещений его сайта, и покупок его продуктов, это впечатляет, поэтому важно, что разработчиком нашего инструмента работы в интернете является Элео Лагуна, и он будет присутствовать в Дубае, поэтому я посчитала возможным затратить столько времени на анонс этой поездки, а теперь я скажу об условиях, мы помним, что условия были следующие, еще не появилось у нас в бэк-офисе этот анонс по покупке, но вместе с тем уже объявлено, анонс прошел, но это связано с тем, что, как говорит Мигел, я не разрабуюсь, но звоню, говорю, я знаю, что у нас там есть некоторые косяки, все это нужно исправлять, но в Бразилии очень плохая связь, с того же он с утра до вечера занят именно вот той программой, которая даст толчок ID Shopping первому этапу, но было объявлено 500 мест по 500 долларов, я хочу сейчас дать некие разъяснения, почему, потому что Сандра дала понимание, каким образом вот тот промоушенский пакет, который человек может себе вернуть 500 долларов, может вернуть назад, что необходимо выполнить, вот те условия, которые компания предоставила нам на протяжении этих двух месяцев исполнить, октябрь, ноябрь, то есть до конца ноября, до события, для всех партнеров, для всех, для мастеров, для всех партнеров нужно купить пакет, все, 500 участников, там будет работать, там нет никаких плюсов, никаких мест, есть 500 мест, счетчик будет работать, 500 мест, счетчик показал, все, он закрылся, больше мест нет, поэтому это в любом случае работает для всех, мы помним, была позиция 35 тысяч долларов инвестиция в компанию в этот период, сентябрь тоже включается, сентябрь, октябрь, ноябрь, и человек получает право на возврат 500 долларов, компания отправляет ему в кошелек их назад, что в себя включают эти 35 тысяч, наконец мы все поняли, и так, это может быть контрактное отношение, то есть монеты купить, можно сделать апгрейд, опять же, как делать апгрейд, вот у меня 35 тысячный пакет, я хочу положить еще 35 тысяч, что я могу сделать на сегодня, почему вот некий апгрейд идет, несколько задержки всех функций, там некогда же сбой был некоторый по регистрации, мы знаем, потому что апгрейд системы идет в чем, сейчас появится, когда этот анонс будет дана возможность партнеру, 35 тысяч пакет, у которого есть, вот я его имею, я не хочу делать контракт, я хочу, не хочу больше покупать монеты, у меня их достаточно, даже если я пойду покупать монеты, я забыла сказать, я их куплю теперь в ID пакете шоппинги, у нас будет в ID шоппинг, покупка монет, будет это, причем в шоппинге в ближайшие, ну на обремя это уже будем иметь, над этим тоже работают сейчас программисты, но я хочу участвовать в своей программе 5x, сделать инвестиционный пакет, 35 тысяч, у меня он уже есть, появляется дополнительная кнопка, я могу эту кнопку включить и дополнить 35 тысяч к своему пакету, мой пакет будет 70 тысяч, по маркетингу я больше чем 35 тысяч баллов в бинар не дам, но мой спонсор получит от меня опять от 35 тысяч 10, ну все проценты, которые положены, там от 10 до 50 бинар, да, то есть бинар не получит, личное приглашение, личное приглашение он получит, то есть нет баллов в бинар, но есть все выплаты за личное приглашение и линейка, то есть если у меня где-то в пятом ряду кто-то покупает такой пакет, дополнение к своему, допустим, 10 тысяч, 14 тысячному пакету, либо 7 тысячному пакету, да, он решил добавить 35, он не может всю сумму добавить, он может сделать апгрейд до 35, либо сразу включить кнопку и сделать прокладу 35 тысяч и у него будет полный пакет стоять в линейке, нет баллов больше, чем 35, 35 все равно дадут в маркетинг, в бинар, баллов, а вот деньги, выплаты за личные приглашения и за линейку по уровням будут выплачены все, это чтобы вы понимали, можно сделать так, кто как хочет, 35 тысяч можно заработать апгрейдами, можно сделать контрактом, можно сделать добавкой к существующему пакету, просто целиком сумма 35, она будет работать, эта сумма 5х, чтобы вам было понятно, то есть очень так это интересное дополнение, я считаю, что даже для партнера, для любого, для инвестора интересно сейчас это сделать, потому что 5х дает право вот такое дополнение к инвестиции, это Сандра уточнила буквально в цифрах, чтобы все понимали, я надеюсь это понятно, итак, я закончила все, что я хотела сказать сегодня по событиям, которые произойдут в ближайшие два месяца и организация нашей поездки в Дубаи. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны в Дубаи.